Всем привет! Вы находитесь на канале Авражка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири в Красноярском крае. У нас выпал свежок. Сегодня достаточно ветрено. И спряталась я от ветра под крышу. Пока не замерзла, поснимаю тут. Потом, возможно, зайду в курятник. Сегодняшний ролик. У меня идея возникла после того, как я посмотрела один ролик на ютубе. Известный достаточно блогер, много подписчиков, много просмотров. Свеженький ролик достаточно. Этот ролик про то, как можно перезапустить, так скажем, перезагрузить яйценоскость у кур. Ну, вот, допустим, куры, вот вроде бы все у них нормально, все условия, корм все вроде хорошо, но почему-то они плохо несутся или вообще перестали нестись. Ну, вообще, я как бы не сторонник там кого-то критиковать, потому что у всех разные способы достижения результатов, да. Ну, кто как понимает, то так и делает. Просто вот этот вот способ озвученный, он, я не смогла мимо пройти, потому что он вредный. Вредные советы, да, у моей, как говорится, уже были в моей практике такой ролик. Какова суть этого, этих советов, которые вот я ролик посмотрела, значит, ну, там суть такая, что, чтобы куры ваши занеслись, нужно создать им стрессовую ситуацию или конкретно поменять резко корм, сменить резко корм. И тогда, как бы, организм курицы, да, как бы включает аварийный режим, да, для защиты, как говорится, вида, он вроде бы как будто надо оставить потомство, чтобы себя сохранить. Ну, вот, суть такая, что, вот, там приводится в пример, как растения, там также вот делается все, и типа, что куры тоже самое, поменяешь корм, типа, и они тебе начнут нестись. Моя реакция просто нет слов. Честно вам скажу. Я поэтому и записала этот ролик, решила записать, потому что у меня просто нет слов. Птицевод с большим количеством подписчиков, такое советует. Кто смотрит мои ролики регулярно, тот знает, что у меня где-то год назад я выпускала ролик о том, ну, вообще, что такое стресс для курицы, да, и как влияет стресс на кур. Причем, не важно, что это за стресс, в принципе, как стресс отражается на курице. Так же, как куры на него реагируют на стресс, и как люди могут использовать это стрессовое состояние в своих, ну, с пользой для себя. Вот. Ну, там точно нет информации о том, что стресс влияет на увеличение яйценоскости. Пойдемте, зайдем в курятник, потому что курочки сегодня у меня не гуляют. Закончик пустой, хотя, как я спускала, сегодня решила пока повременить. Вот мои курки. Надеюсь, дадут поговорить нам. Это молоденький петушок отдельно сидит. Наверное, продам его. Просто не хочу, чтобы петух его гонял. Так вот, вернемся к нашей теме. А что там они? Основная мысль, которую я хочу донести этим роликом. Любая стрессовая ситуация негативно сказывается на яйценоскости кур. Абсолютно любая стрессовая ситуация. Это нужно понимать. Это нужно понимать, ну, хотя бы на уровне физиологии, да, организма кур. Потому что при стрессовой ситуации, при любой, в организме кур вырабатывается гормон стресса. По буквам АКТГ, по-моему, называется. Этот гормон вырабатывается с участием надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, по-моему. Вот. И этот гормон подавляет половые гормоны. То есть, половые гормоны у нас влияют на яйценоскость, да. Так вот, этот гормон подавляет половые гормоны. И курица у вас от стресса, наоборот, резко перестанет нестись. Поэтому, надеюсь, понятно, что резкая смена корма, это для курицы стресс. А от стресса курица у вас перестанет нестись, ну, почти на 100%. Да, курицы есть как стрессоустойчивые, так и стрессонеустойчивые. Но, в принципе, курица – это организм с подвижной психикой, которая очень сильно реагирует на стресс. Но, я думаю, все понимают, как они пугаются, шугаются. Купишь фабричные, они вообще дикие. Ну, понятно, да? Ну, я надеюсь, ни у кого сомнений в этом быть не может. Поэтому, очень странно мне слышать советы создать курице стресс в организме, чтобы поднять яйценоскость. Да, конечно, резкая смена корма, она на какое-то время, да, на какое-то время у вас яйценоскости не будет. Потом она начнет восстанавливаться, но ведь это время. Да, вы когда курицу покупаете новую, или там несколько кур покупаете, они у вас не несутся. И несутся, бывает, месяц даже и больше. От чего? От того, что у нее стресс и смена корма. Плюс еще смена корма может, резкая, резкая смена корма может спровоцировать падение иммунитета. Соответственно, может прицепиться какая-то болячка. Поэтому при смене корма также рекомендуется кур пропаивать пробиотиками. Лебал этот петух. Вот. Ну, а если все-таки хочешь поменять корм, да, кажется тебе, что в этом причина. Ну, меняется корм во всех рекомендациях. Его меняют поэтапно в течение недели к старому корму. Постепенно добавляют новый. И так постепенно-постепенно в течение нескольких дней производится замена старого корма на новый. Но точно не резко. И опять-таки при замене корма рекомендуется своих кур все-таки пропаить пробиотиками. Для того, чтобы не получить удар по иммунитету. Вот чего ты орешь? Чего орешь? И в качестве примера и подтверждения моих слов хочу вам показать вот эту курочку пестренькую. Эта курочка у меня с конца сентября. Ну, тут еще несколько кур. Ну, вот эту курочку я отсадила отдельно сначала, потому что у нее было повреждено крыло. И я переживала, значит, за нее. Так вот, курица не неслась почти месяц, больше даже. Курица с другого хозяйства. У курицы был стресс. Она не неслась почти месяц. Смена корма повлияла на это. Сейчас она влилась в стадо. Все нормально у нее. И она несется каждый день. Поэтому, пожалуйста, не надо следовать сразу каким-то советам. Лучше, наверное, все-таки из разных источников брать информацию. Ну, по крайней мере, еще включать голову. Что я сама всегда делаю и всем советую. На сегодня у меня все. Кому это было интересно и полезно, ставьте, как обычно, мне лайк. Подписка приветствуется. Спасибо всем за внимание. Всем всего доброго. Всем пока. Спасибо.